Объявление выборов главы республики, завершение посевной, ситуация с коронавирусом. На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили самые актуальные темы последних дней. Работа по выявлению заболевших COVID-19 в регионе не останавливается. Около 1300 анализов в день, такова мощность лабораторий, которые проводят диагностику. Но и об этом повсеместно говорят и пишут жители, делают их очень долго. Бывает, что результатов приходится ждать неделями. Пока еще жалобы не прекращаются, что люди по 5-6 дней ждут анализов. И находятся на больничной койке ровно такое количество дней, хотя уже находятся в здоровом состоянии. Такого быть не должно. Теперь Центр гигиены и эпидемиологии начнет работать только на подтверждение повторных анализов. Основная же нагрузка ляжет на лаборатории Минздрава. За выходные количество увеличилось. И вместо 3900 сделали 4736 анализов. Это уже совершившийся пар. Соответственно, мощность наших лабораторий, которые подведены с нами Министерством здравоохранения, это ИКОШ-Венгиспансер, Центр СПИД, РКБ, мы, безусловно, уделучены. И здесь сделано все однородное. Эпидемиологическая ситуация пока неблагоприятная. Поэтому режим ограничения в регионе все еще действует. Но многие жители почему-то решили, что все уже позади. За выходные, лично я тоже протестировал, скажем так, несколько маршрутов. Очень много людей ездит без масок на общественном транспорте. Хотя там достаточно много людей. К одну республику не сможем даже подойти к первому этапу. А люди хотят и просят те же летние веранды открыть. У меня уже все соцсети разрываются от этих просьб. Они же видят, что в Москве открываются, в других городах открываются. Ну, мы не можем принимать такие решения, пока вот такие поведенческие модели реализовываются. К другой теме. Республика подходит к завершению весенних полевых работ. План сева яровых, зерновых и зернобобовых культур в Чувашии перевыполнен. В лидерах Шумерлинский, Ядринский и Козловский районы. По словам министра сельского хозяйства Чувашия Сергея Артамонова, вопреки опасениям в этом году практически во всех муниципалитетах. Прирост посевных площадей. 15 муниципальных районов. По оперативной информации, площадь сева превысила плановые показатели. На 14 июня посеяно 202,6 тысяч гектаров зерновых и зерновобовых культур. В текущем году, с учетом хорошей сохранности озимых зерновых культур, площадь зерновых культур ожидается на уровне 286 тысяч гектаров, так что на 4,6% больше уровня 2019 года. Картофель посажен на площади 4,8 тысяч гектаров, что составляет, к сожалению, 75% всего. К факту 2020 года посадка картофеля продолжается. Началась и заготовка кормов. Уже в 16 районах республики косят многолетние травы. Всего на зиму нужно более 700 тысяч тонн кормов. Рифат Фаткулин, Павел Иритков, Республика.